В общественной палате России создадут рабочую группу по вопросам сдачи экзамена на права в ГИБДД. В пресс-службе организации пояснили, решение было принято для мониторинга возникающих вопросов, жалоб и комментариев. Затем, судя по всему, появится перечень рекомендаций по дальнейшей модернизации системы обучения в автошколах и сдачи экзаменов. Вопросов возникает действительно немало. Новые правила действуют чуть больше недели, но тюменцы уже замечают, стать на права стало труднее. Что именно усложняет процедуру сдачи экзамена, что с ценами и что именно не устраивает в новом регламенте автоэкспертов. Вот об этом сегодня это Вечерний Хэштег в студии Артур Михайлов. Анна Скорнякова и мы начинай. Змейки подрезали хвост. Вечерний Хэштег тестирует новые правила сдачи на водительские права. Кандидатам водителей затянули ремни. Почему преодолеть испытания стало сложнее? Наезды, развороты и откаты. Общественная палата России просит МВД доработать регламент. Что будет с нововведениями? Ужас на горе мертвецов, в чем загадка перевала Дятлова. Итак, новый регламент сдачи экзамена в ГИБДД вступил в силу 1 апреля. Изменений несколько. Основное касается полигона. Его теперь не нужно сдавать. Как же так, спросите вы, это хорошо или плохо? Вот и нашему корреспонденту Юлии Никифоровой тоже стало интересно. Вот и репортаж. Теперь вместо автодромов. Настоящие боевые условия. Именно на городские улицы перевели основную часть заданий. На сдачу экзамена у курсантов полчаса. За это время инспектор ГИБДД должен понять, готов ученик стать водителем или нет. Те упражнения, которые, так скажем, выполнялись по первоначальным навыкам управления, это, так скажем, площадка, автодром, они будут также, так скажем, проверяться в условиях дорожного движения. В Тюмени уже разработан специальный маршрут, однако четкого плана, по которому должен двигаться курсант, нет. Инспектор имеет полное право отправить новичка на незнакомый участок улицы и давать задания в любой последовательности. Например, перестроиться или проехать нерегулируемый перекресток. А если курсант не сможет разрулить сложную ситуацию на дороге, то машина будет остановлена. В новом регламенте сформулировано 19 навыков, которыми должен владеть будущий водитель. Кроме банальных, например, умения проезжать перекресток, инспекторы будут обращать внимание на то, как, в принципе, водитель ведет себя за рулем. Например, насколько правильно выбирает скорость движения с учетом погодных и дорожных условий. Меняются площадки, а вот количество штрафных баллов остается прежним. Их должно быть не больше пяти. Испытания будут остановлены, если курсант забудет пристегнуться или возьмет в руки телефон. Даниил одним из первых сдает экзамен по новым стандартам. По новому регламенту все будет как бы в городе сделано. То есть, как бы готовились-то мы к одному. Ну, волнение не то, чтобы нет, есть сомнения небольшое, что могу не сдать, что-то там забыть и все. Просто больше ответственности, ну и тщательная подготовка самих курсантов будет. Что они будут понимать уже от себя ответственность, что там на автороме сбили конусы, а тут у нас уже автомобили. Поэтому будет более тщательная подготовка. И для курсантов это будет только плюсом. Но есть и сложности. По словам руководства автошкол, нужно как следует обкатать новую схему. Ведь из-за нововведений придется полностью изменить подход к обучению водителей. Ну и прежде чем начать обсуждение, давайте еще раз взглянем, на что именно должен обратить внимание инспектор во время экзамена. Ну, во-первых, проверить определенный набор водительских навыков, среди которых остановка и начало движения на подъеме и на спуске, ну, то есть горка. Во-вторых, постановка транспортного средства стоянки параллельно тротуару при движении задним ходом. Ну и кроме того, разворот в ограниченном пространстве. Также обгон или опережение, движение с максимальной скоростью, торможение, остановка при движении на различных скоростях, а также торможение. Вот, в общем, это основное. И все это в городе. Теперь получается ли, вот и узнаем у наших экспертов. Сегодня в гостях в студии вечернего хэштега заведующий учебной частью автошколы Максим Далматов, заместитель директора по учебной части еще одной автошколы Арина Тарадаева и в РИО начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД по Тюменской области Евгений Петрович Кишко. Добрый вечер. К разговору онлайн присоединятся также заместители председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНКО общественной оплаты РФ Александр Холодов, а также руководитель рабочей группы ОНФ защиты прав автомобилистов автоэксперт Петр Шкуматов. Евгений, давайте начнем с вас. Правильно ли мы понимаем, что по сути эта площадка не ушла, просто ее перенесли в реальные условия, то есть в город? Совершенно верно. Те элементы, которые выполнялись и ранее на автодроме, они просто перенеслись в город и при выполнении, так скажем, движения, когда кандидат водителя у нас сдает экзамен экзаменуемый, если у нас на маршруте движения данных упражнений мы не можем выполнить, то либо мы выбираем прилегающие территории, это могут быть большие парковки, которых у нас в городе немало, как и везде, либо также данные элементы мы можем выполнить на автодроме. Евгений, а вот ту же самую горку где найти на наших дорогах? У нас очень много частного сектора в нашем городе, в частности в нашем городе, где у нас, допустим, район Маяка, если мы возьмем улицы Интернациональные в частности, где частные дома, они у нас расположены несколько ниже по отношению к уровню проезжей части улицы Интернациональные, и там уклон имеется, в частности, в настоящее время, первое время, первую неделю, экзамены, осуществляется прием экзаменов именно там, потому как там и малая интенсивность движения, так скажем, пока безопасно все это выполнять. То есть есть привязка к географии в данном случае, да? Конечно, конечно. Ну вот наши коллеги из издания «Слух.ру», опытные водители с большим стажем, провели эксперимент, хотели сдать экзамен, но провалили, провалили вообще-то с треском. Набрали много штрафных баллов, кое-кто даже чуть там пешехода не сбил. Получается, что в дальнейшем, ну вот, учитываются те какие-то нюансы, которые, ну в дальнейшем-то, когда мы уже садимся за руль и начинаем вождение в постоянном виде, не учитываются. Так может быть, еще поменять как-то правила? Ну, мы же все понимаем, если кандидат-водитель получил свидетельство об окончании обучения, значит он готов к тому, чтобы выехать на, так скажем, дорогу общего пользования, где общий поток транспорта, а транспорта у нас немало. Если он выходит на экзамен, значит он готов у нас к этому экзамену, и он готов к управлению транспортным средством. Максим Алина, вы за или против вот этих нововведений, которые уже вступили? Ну, давайте начнем с того, что нововведения это не снег на голову, об этом мы уже давным-давно и много разговариваем. Что касаемо всего регламента, который новый существует, да, мы на самом деле за, потому как мы больше времени можем дать практики в городе человеку. Что касаемо вот предыдущего вопроса, потому что ребята, которые отучились в автошколе, и люди, которые уже сели за руль, они очень многое, вот так скажем, вырезали из того, что нужно делать за рулем, то есть управлять транспортным средством по отношению ко всем правилам дорожного движения. Но, к сожалению, человек уже когда подобился, грубо говоря, да, и где-то его не замечают сотрудники полиции, да, ГИБДД, он себе вольности какие-то позволяет. На экзамене же все строго, все по полочкам. Мы должны курсанта подготовить, инспектор должен эти данные проверить, соответственно, вот мы такого человека выпускаем. По изменениям, да, в принципе, регламент неплохой, есть нюансы, думаю, доработается все, и в принципе... Арина, ваша позиция? Я полностью согласна с Максимом, как мы говорим своим ученикам, экзамен это в первую очередь экзамен, и к нему нужно готовиться. Если ученик успешно прошел обучение в автошколе, то, в принципе, ему должно быть без разницы, из каких этапов состоит экзамен. Мне кажется, наоборот, будет более комфортно, что вместо двух этапов площадки и города им останется всего сдать один единственный экзамен, это город. Максим, вы уже готовили группы к сдаче по-новому? То есть там, например, что больше было, практики в городе? И как много провалили? Да, любимый вопрос журналистов в любом случае. Суть в чем, смотрите, мы к этому регламенту, в принципе, заблаговременно готовились. Несмотря на то, что мы его очень долго ждали, в любом случае подготовка осуществлялась, уже мы примерно понимали, мы видели прототип регламента в любом случае. Суть в чем, практика как таковая, она сильно не отличается от того, что было на самом деле. Примерно те же самые участки, где мы принимали экзамены, примерно то же самое. Единственное, в чем отличие, ну, якобы для некоторых считается, что те элементы, которые мы на автодроме выполняли, ну, мы же их и в городе выполняли. Что есть конус на автодроме? Арендир. Этот конус, это правая фара, этот конус, это левая фара. Сейчас выполняем в городе, да, сложнее, но зато в бою легче быть. Ну, понимаете, видите, так и получается, что почему-то по статистике площадку-то люди сдавали в основном, а на городе все сыпались. А сейчас, получается, только город. Можно понять людей. Нет, ну, давайте, почему сдавали площадку и почему сложнее в городе сдавать? Психологическое давление, транспортный поток. Если ты находишься один на один с собой в автомобиле, у тебя есть конусы, и ты понимаешь, что ты его забьешь, ничего страшного не произойдет, то здесь груз ответственности ложится больше, соответственно. Психологическое давление, от этого и сложнее сдавать, конечно. Давайте сейчас поговорим про маршруты. Это ведь одно из самых главных, когда нет площадки. Всего для сдачи экзамена на права в Тюмени выделено 5 маршрутов. Они охватывают почти весь город. Например, маршрут номер 1 проходит в границах улиц Червишевский тракт, Федюнинского и Закалужской и уходит в сторону микрорайонов. Курсанта могут попросить проехать по Пермяково вплоть до пересечения с 50 лет в ЛКСМ. Разрешена также сдача экзамена на улицах Монтажников, Зелинского, Менделеева и так практически до ТЭЦ-2. Да, ну Евгений, сразу вопрос. Вот первый маршрут, он считается самым сложным или нет? И почему именно такие улицы выбраны? Здесь в сложности в любом маршруте нет никакой. Это вы, потому что водите давно. На каждом маршруте имеется определенный ряд элементов упражнений, которые экзаменуемый обязан выполнить для успешной сдачи экзамена. Например, что за элементы? Разворот у нас в ограниченном пространстве при движении задним ходом на поворот на 90 градусов. Ну, проще говоря, въезд в гараж. Знаем, что у нас на парковке выполняется, но сейчас мы в условиях реального дорожного движения это выполняем. Кто-то очень боится кольца проезжать, кто-то боится смещенной перекрестки, ну и так далее, и так далее. Ну, перекрестки это мы все регулируемые, нерегулируемые, где у нас остановочные комплексы, где у нас пешеходы, пешеходные переходы. Это обязательно они должны включать, ЖД переезды при наличии, пересечения равнозначных дорог, перекрестки равнозначных дорог тоже при наличии, если они имеются. Но на всех этих маршрутах имеются все необходимые элементы, которые экзаменуемый обязан выполнить. И где проще, а где не проще, это уже, так скажем, в зависимости будет все от, так скажем, подготовки экзаменуемого. Подождите, а если, например, может ли инспектор попросить изменить маршрут? Вот вы видите, что там пробка большая, или что, мы стоим в пробке 30 минут, потом жмем друг другу руки и говорим, ну все, я сдала, извините. Повезло. Я пошла. Экзаменуемый, экзаменатор, инспектор выбирает сам маршрут, на котором будет приниматься экзамен. В ходе экзамена маршрут не меняется, не меняется. Если имеются какие-то обстоятельства, причины и условия, которые необходимо поменять, это прежде всего согласовывается и обговаривается как с руководством, так и с представителями автошкол. И также с экзаменуемыми кандидатами водителей, в исключении жалоб, ну и каких-то негативных последствий. Арина, установка камер насколько дорого обошлась и помогают ли они, и в каких случаях? Ну, если честно, за то время, пока я работаю, у нас все машины уже были оснащены видеокамерами. По поводу, как они работают, в каждой машине у нас 5 камер. То есть аудиофиксация и видеофиксация – это микрофон, это камера, которая смотрит на дублирующие педали, камера на приборную панель, на самого ученика и передняя и задняя часть транспортного средства. Целый фильм можно смонтировать. Да, ну, как мы уже сказали в начале программы, в Общественной палате России появится рабочая группа по вопросам сдачи экзаменов ГИБДД. Почему в ней возникла необходимость и на что сможет повлиять? Узнаем прямо сейчас у председателя Общественной наблюдательной комиссии Петербурга, заместителя председателя комиссии по безопасности и взаимодействия с УНК Общественной палаты России Александр Холодов. Он сейчас на связи со нами. Александр Львович, здравствуйте. Расскажите, почему было принято решение создать рабочую группу? Уже есть жалобы или вы предвидите, что они могут появиться? Ну, первая задача рабочей группы – проанализировать практику применения уже после новых правил, что происходит. Конечно, мы предполагаем, что всегда что-то новое вызывает и вопросы, и какие-то, может быть, жалобы, и все что угодно. Но самое главное – это, может быть, проработать следующие шаги, что можно улучшить для того, чтобы у нас на дороге попадали не какие-то недоученные полуфабрикаты, а реальные водители, которые были бы безопасны на дорогах. И поэтому хочется, в общем-то, промониторить все, что происходит, и совместно какое-то решение найти. Кто войдет в состав рабочей группы и будут ли представительства в регионах? Мы в данный момент направили предложение войти во все комиссии, которые есть у нас в общественной палате. Естественно, у нас такая структура палаты, что в нее входят представители от всех регионов. То есть, если кто-то изъявит желание в этой работе поучаствовать, кто-то считает себя специалистом в этом направлении, то у нас никаких ограничений нет. Мы готовы за разумное объединение всех здравых сил для того, чтобы совместно какие-то решения принимать. На что сможет повлиять рабочая группа? Например, пожаловался вам человек, организуйте проверку, или как будет выглядеть этот механизм? У нас нет задачи кого-то там выявлять какие-то нарушения или вскрывать какие-то нарывы в обществе, в данном случае, по крайней мере, в этой рабочей группе. Есть задача посмотреть, как происходят изменения и что можно еще улучшить. То есть, результатом хочется видеть какие-то дальнейшие, может быть, рекомендации по совершенствованию системы и приема экзаменов в ГИБДД, и, главное, обучение. Потому что, в принципе, если хорошо будут учить кандидатов водителей автошколы, то не так важно, как принимают экзамен. То есть, это, в принципе, по аналогии как с ЕГЭ, когда специалисты говорили, что какая разница, какой экзамен. Если в школе хорошо научили, то, соответственно, можно сдать и ЕГЭ, можно сдать и какой-то обычный экзамен, хоть тест, хоть что угодно. Если знания есть, то они будут показаны. То же самое и здесь. В принципе, не так, мне кажется, даже важно, как принимают экзамены, важно, как учат. Но здесь, к сожалению, все в одну кучу сплетается. И почему, в принципе, и рабочая группа была нужна? Потому что здесь, с одной стороны, мы все понимаем, когда говорим «автошкола», у нас у всех мысли на ГИБДД, но это ошибочные мысли, потому что у нас программа занимается Министерство образования. Из-за того, что у нас разные министерства, разные рабочие группы, даже наши палаты, комиссии, получается, что для того, чтобы объединить все усилия, лучше создать вот такую рабочую группу, куда могли бы войти люди, и которые понимают, разбираются что-то в образовании, и те, которые, соответственно, разбираются в вопросах безопасности дорожного движения. Спасибо. На связи со студией был заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России. Арина Максим, вот как только не называют бедных наших курсантов, и был фабрикат, и так далее. А вообще, вот вы против или за, чтобы в этой машине, где идет экзамен, еще были и наблюдатели? И не много ли там уже вообще людей? То есть сам курсант, инспектор, инструктор, ну вот еще и наблюдатель. Это уже какая-то маршрутка у нас получается. Ну, давайте разберемся следующим образом. В машине представитель может находиться от автошколы, либо другой курсант. Во время экзамена человек в любом случае следующего курсанта нужно будет подвести, да, чтобы процесс один сдал, не сдал, там другой садится, это первое. Во-вторых, только с согласием ученика. Если он не согласен, в машине не будет присутствовать больше никого, кроме его и инспектора, соответственно. А что касается наблюдателя со стороны автошколы и так далее, ну, курсанту, возможно, будет комфортнее при этом находиться. Поэтому весь вопрос к курсанте. Ты согласен? Да. Не согласен? Нет. Поэтому никакой маршрутки не будет. А по поводу полуфабрикатов мы все оттуда вышли, поэтому не стоит так, да, обзываться. Еще знаете, какой у меня вопрос? Вот вам не кажется, что сейчас, когда убрали полигон, сдавать в селах вообще стало легко? То есть там же ведь нет такого движения, там нет ЖД переездов, перекрестков со смещенным центром и так далее. Его можно выучить наизусть этот маршрут и прекрасно все сдать. Да, правда ли, что есть тенденция, люди едут в село, чтобы сдать... Смотрите, ситуация в следующем. Если мы берем город и берем там село, поселок и так далее, очень часто звучит информация, для чего и был создан регламент, чтобы там школы не закатывали там по маршрутам. Понятно, если у вас две улицы в городе, ну, естественно, вы по ним закатываете, человек сдает. Наш город не позволяет этого делать, потому что у нас есть огромный перечень улиц и дорог. Мы и на прошлых, при прошлом регламенте ученик там не туда повернул, куда нужно следующий садиться и поехал оттуда, откуда поехал. Ну, конечно, это ребятам будет в городе сложнее делать, чем нежели в селах, в поселках. Вопрос в другом. А когда он в город приедет, при наличии таких навыков, да, как он себя будет чувствовать в городе? А давайте этот вопрос переадресуем Евгению. Евгений, вообще много сейчас наблюдается желающих уехать там в поселок, близлежащий, сдать там на права. Насколько это реально? Нет, такой тенденции нет. Нет такого всплеска. Мы общаемся с ГИБДД по нашей области. Да, по нашей линии. То есть то количество, которое экзаменуемых у них было, которые в школы обучали, так они и обучают. Но, тем не менее, противозаконного здесь ничего нет. Можно сдать на права в любом поселке. В любом регионе. В любом регионе. Да, ну вы сдаете там и первый этап практического, и теоретического экзамена. Теорию сдаете, и, соответственно, потом уже сдаете и практический. Вообще, как много людей, которые заваливают, не сдают с первого раза? Есть ли очередь на пересдачу? Правда ли, что таких людей все больше? Ну, очередь, конечно, есть. Цифры, так скажем, они у нас постоянно меняются, потому что в зависимости от наших, так скажем, заявок автошкол, ну и от наших мощностей, так скажем, которые мы можем экзамены предоставить, да, и принимать, оно то убавляется, то уменьшается. Ну вот за период времени, с первого числа, у нас сдавало 586 кандидатов. 586, из которых сдало 78 положительно. Всего лишь? Всего? Ну, 15 процентов. То есть 500... Знаете, в чем дело? Такое ощущение субъективное складывается, что раньше, в те времена, когда я сдавал на права, когда Анна сдавала на права, было намного проще. Это субъективно, потому что у меня тоже нет цифр, но вот мне, мои знакомые, которые сейчас сдают и не могут сдать с пятого, с шестого, с седьмого раза, говорят, ты бы сейчас не сдал. Это действительно так? У нас же коллеги с Лухру, да, они же себя попробовали. Ну да, пожалуйста, опытные водители. Нет, мы говорим о чем? Регламент, который, ну, то есть и был, есть и будет, там не будет проходного. Ну, этапа какой-то, дорожки проходной. Он серьезно готовится, и не только с точки зрения управления автомобилем, а самое главное психологически. Самая основная проблема курсанта, он пугается, он волнуется, транспортный поток. То есть, соответственно, когда он находится с инструктором со своим все время, ему комфортно, он едет показывать упражнения. Мы всегда и говорим, вот я этого курсанта сейчас сниму на видео через полчаса, он сделает все, что вы ему просите. Как только он садится, инспектор рядышком, ножки и ручки затряслись, соответственно, результат соответствующий. Ну, и психологическое состояние вы не учитываете, это уже проблема курсанта. Нет такого, что, вы знаете, человек переволновался, ну, давайте ему балл не засчитаем. Ну, такого нет. Перед экзаменом инспектор разговаривает с кандидатом, с кандидатом-водителем, вообще с группой разговаривает изначально, когда приезжает, объясняет, что мы будем делать, как мы будем выполнять, какие элементы. Снимали кого-то с экзамена, ну, потому что человек волнуется, не надо ему ехать. Были такие истории? Ну, если сам кандидат-водитель отказывается, то атак специально-то никто не снимает. Ну, я думаю, это вопрос к автошколам. Видимо, надо уделять больше времени подготовке, вот, ну, просто настраивать кандидатов на права. У нас в регламенте есть внутренний экзамен. То есть мы сейчас, допустим, свой внутренний экзамен мы перестроили. Мы, то есть, сдают экзамены с другими инструкторами, которых они не знают. Даже сделали сейчас такую историю, на других машинах сдают экзамены, чтобы максимально, то есть, психологически их готовить к этому. Потому что, ну, дядя чужой форме пришел, а свой, вот, там, Николай Николаевич, он вот родной, он уже ближе, понимаете, вот эта история. Вот этот резонанс, он и играет роль свою. Давайте узнаем мнение эксперта из Москвы. Прямо сейчас к нам присоединяется Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы УНФ «Защита прав автомобилистов». Он тут недавно заявил, что поддерживает изменение правил сдачи экзамена на водительские права. Сейчас узнаем, почему. Здравствуйте, Петр. В одном из интервью вы высказались за новые правила экзамена. Объясните, почему? Дело в том, что ушедшая в небытие система, она фактически не проверяла, насколько новичок ориентируется в дорожном движении. Маршруты были зафиксированы, и многие кандидаты в водители, ученики, банально ездили многократно по вот этим самым маршрутам, и их натаскивали на особенности вот этих вот улиц, перекрестков. И в итоге люди-то получали права, но они были неподготовленными водителями. И в итоге очень многие из них попадали в ДТП. Нынешняя система, она требует подготовки в целом комплексной. И то, что водитель теперь не знает, куда его повезет инспектор ГИБДД, и что будет спрашивать, собственно, увеличивает требования именно к практической подготовке. Как вы считаете, подорожает ли стоимость обучения в автошколах? Если да, то на сколько? Я полагаю, что обязательная программа автошкол, то есть цены на обучение именно в рамках обязательной программы обучения водителя, они вряд ли как-то изменятся. Но вот ученики будут вынуждены, как мне кажется, брать дополнительные уроки у инструкторов и набирать практику. Вообще, с точки зрения многих экспертов в области обучения вождению, для того, чтобы получить минимальную практику, нужно порядка 100-120 часов регулярного вождения автомобиля. То есть 60 часов, которые есть сейчас, конечно, недостаточно. То есть необходимо будет как-то добирать вот эти часы. И спасибо. С нами на связи был Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы ОНФ защита прав автомобилистов. Ну, в общем-то, мы решили посмотреть объявления об услугах инструкторов в Тюмени. Их оказалось немало. 37 только на одной интернет-платформе. Новые предложения появляются практически каждый день. Стоимость услуг разная. Минимальная сумма 500 рублей за 45 минут. Довольно любопытное описание. Спокойно, безопасно и уверенно. Собственно, это то, что нужно новичку, чтобы учитель не взрывался. А час обучения обойдется уже в 600 рублей. За эти деньги инструктор с большим опытом преподавания поможет подготовиться к экзаменам в ГИБДД, причем с возможностью сдачи на его автомобиле. Готов помочь и с подготовкой к теории. Следующее объявление 700 рублей. Инструктор, он же автор обучающих видео, обещает бонус, профессиональную фотосессию или видеопортрет по завершению обучения. Это, наверное, опция для девушек. Тысяча рублей будет стоить 2 часа практического обучения. В описании. Механическая коробка передач, автодром, город, подготовка к экзамену в ГИБДД. Ну, Максим, инструкторы-то что, обрадовались, наверное? Сейчас быстро будут зарабатывать? Вы знаете, я вам скажу так. Как бы не радовались инструкторы, у нас в рамках подготовки к экзамену человек может работать только в автошколе. Инструктор за пределами автошколы, и у него нет лицензии образовательной, он не имеет права обучать. Что касаемо граждан, которые восстанавливают навыки вождения, как вот коллеги, да, опять-таки, экзамен прошли, возможно, им понадобится, да, вспомнить что-то. Здесь рынок, конечно, свободен, здесь можно зарабатывать, и они зарабатывают, потому как у нас регион, сюда ребята стекаются, особенно вот мы говорили о том, что легко ли в поселке или не в поселке сдавать. Люди приезжают, причем, я даже обратил внимание, мы хотим именно здесь сдавать, потому что нам здесь ездить, большой город, лучше мы здесь сдадим, а потом еще навыки вождения приобретем там дополнительные какие-то. Поэтому вот, в принципе, работы хватало и хватит, я думаю. Арина, цены на обучение вырастут или, быть может, уже выросли? Ну, мне кажется, именно об этой теме нужно будет поговорить чуть-чуть попозже. Пока у нас повышение цен не наблюдается, все остается точно так же, а дальше будет видно уже. А почему так все неоднозначно? Есть какие-то нюансы, которые вас не устраивают? Нет, дело не в нюансах, раз мы сейчас больше времени будем проводить, естественно, в городе, и это и больше растрат на бензин. Так, вот я вот к этому и клоню. Поэтому, ну, это все рассчитывать уже будем, пока цены не повышаются. Ну, смотрите, у нас же теперь рядом будет сидеть не инструктор, а инспектор. Получается, что если вдруг, не дай бог, ДТП, кто несет ответственность? И что будет с автострахованием? Насколько вырастут в этой части расходы? Ну, смотрите, что касаемо ситуации, во-первых, мы вот с Сергеем Ивановичем разговаривали об этом, да, количество ДТП за все время экзаменов, мы помним, там, единицы какие-то были, если какие-то ДТП у нас, и то водитель, который за нами ехал, он там в ДТП попадал. Плюс у нас есть понятие неограниченных страховок, КАСК и тому подобное, поэтому мы в этом отношении, то есть застрахованы, особо там, каких-то проблем мы в этом не испытываем. Но это же дороже? Ну, это в любом случае дороже, в любом случае дороже. Но мы уже изначально закладывали эти расходы. То есть добросовестные автошколы покроют все за свой счет? Нет, не покроют за свой счет, добросовестные автошколы должны были к этому готовиться изначально, потому как, ну, ситуация... Давно шли мы к этому, в общем. Да, мы шли к этому давно. Ну, хочется надеяться, что все-таки цены автошколы поднимать не будут. Да, да. Ну, сейчас предлагаю обратиться к статистике. Вообще, каждый год у нас в нашем регионе происходит порядка трех тысяч ДТП. Вот только в прошлом году из-за режима самоизоляции, когда большинство наших граждан находились на самоизоляции, произошло всего на 16% меньше. То есть мало. Почти в каждом десятом происшествии один из участников – это начинающий водитель. Вот на этом слайде хорошо видно. Со стажем до двух лет. И больше, чем в половине ДТП, он же и виновник. Отмечу, что были и летальные исходы. Ну, то есть получается, что вот пандемия, вот один из плюсов этой пандемии – то, что мы все сидели дома, не было ДТП. Да, как ни странно. Спасибо большое, Артур. Евгений, а есть ли какие-то, знаете, вот ошибка новичка? Какие основные ошибки совершают новички? И вот вы сейчас нам расскажете, какие мы вот таким образом уже будем финалить нашу беседу, чтобы наши курсанты знали, на что обратить внимание. При сдаче экзаменов у нас новички допускают в основном ошибки при проезде перекрестков. Ну и, соответственно, знаки приоритета где-то не видят, где-то еще невнимательно наблюдают. Ну и, конечно, это переживания. Пешеходов у нас не видят, кандидаты и водители. Пешеходные переходы тоже немножечко оставляют как-то позади. Ну, если давать совет, я так понимаю, тише едешь, дальше будешь. Правильно? Ну да, да. Евгений, да, в завершении. Я правильно понимаю, значит, сдать сейчас на права труднее. Идем в этом направлении. И вообще нет ли у вас личного ощущения, что это нововведение ради нововведения? Потому что ведь несколько лет назад автошколы, наоборот, обязывали иметь полигоны. Сейчас их призывают от них избавляться. Вот. И нет ли ощущения, что это больше подходит москвичам? Где у них-то мало полигонов? У нас-то вроде не такая проблема с этим. Нет, у меня такое ощущение не складывается. Как я уже ранее говорил, кандидат водителей, когда у нас сдает экзамен и желает приступить к самостоятельному вождению, он должен быть уверен, что в городе данное вождение пройдет без проблем. А у нас, как правило, вот сейчас, допустим, по статистике мы смотрим, у нас также перекрестки страдают, регулируемые, нерегулируемые, и скорость у нас движения и знаки приоритета, что является основными у нас, так скажем, причинами ДТП. Сочувствуем кандидатам. Ну, может быть, наоборот, у нас будут более безопасные дороги. Но мы еще не добрались до финала программы. Впереди новый поворот самой мистической истории Советского Союза. Во второй части поговорим, почему до сих пор не ясно, что же произошло на перевале Дятлова. Прокурор не преодолел перевал Дятлова. Инициатор расследования уволен из генпрокуратуры. Какая версия сейчас основная? И будет ли новое уголовное дело? Письма из Ивделя. Самоизвестный исследователь тайны загадочной гибели туристов презентовал новую книгу. О сенсациях эксклюзивно для вечернего хэштега. Продолжение следует...